Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 15 мая, вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов», 17 глава, стихи с 19 по 28. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «И взяв его, привели в Ариапак и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам сакцентировать свое внимание на отрывке из книги «Деяния святых апостолов», глава 17, стихи с 19 по 28. И в предыдущей передаче я уже говорил о том, почему заставкой нашей передачи являются Афины. И за моей спиной как раз-таки находится храмовая гора, комплекс их из языческих храмов. И нас не должно это ни в коем случае смущать, так как это изображение напоминает нам прежде всего о том, что здесь, именно в этих развалинах ныне, а тогда же это было, блистало великолепием, там проповедовал апостол Павел. И сегодняшний отрывок непосредственно говорит нам об этой его проповеди. И вот мы видим в 19 стихе, что Павел, прибыв в Афины, после того, как был вынужден бежать из сначала Фессалоник в Верею, а потом уже из Вереи в Афины. И он прибывает в Афины, и его приводят в Ариопак. Ариопак — это не совсем та территория, которая изображена на нашей заставке. Она находилась рядом на возвышенности, где происходили различные, как мы видим из текста, философские, можно сказать, баталии. Это было некое место, где каждый желающий мог рассказать что-то новое, какое-то новое философское учение. И как мы видим из текста, ничто так не доставляло радости и удовольствия афинянам и тем иностранцам, которые там пребывали, как послушать какого-то нового философа, какого-то нового проповедника. И вот апостол Павел начинает свою проповедь. И он не начинает их обличать в их язычестве. Ни в коем случае. Он начинает говорить им. И первое, что он говорит, это следующее. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Апостол Павел говорит им о том, что они набожны. Но если проводить здесь некий филологический анализ, то на самом деле для знающих иудеев это звучит как ирония со стороны апостола Павла, как некий сарказм по отношению к афинянам. Но это только для знающих иудеев. А для самих же афинян это звучит примерно как некое вступительное слово, как некая дежурная похвала. Действительно, он говорит о том, что они набожны. И говорит следующее. Почему он так считает? Потому что, проходя по афинам, он увидел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Стоит сказать, что в Афинах, в раскопках, был найден этот жертвенник, посвященный неведомому Богу. И в среди языческой ментальности, среди языческого менталитета не было представления, что Бог один, естественно. И поэтому важно было, Боги были покровителями каких-то определенных территорий. Были Боги, которые были покровителями каких-то определенных родов. То есть они были привязаны к чему-либо. И поэтому в стремлении поклоняться всем Богам, чтобы получить их защиту, получить их покровительство, они поставили алтарь даже такому Богу, который им и неизвестен. Дабы и всех неизвестных богов им через жертвоприношение на этом алтаре на свою сторону, то есть заручиться их протекторатом. И вот апостол Павел начинает им проповедовать и говорит им о том, что на самом деле не нужно строить множество храмов всем различным богам. Богам одной рощи, богам березовой рощи, богам осиновой рощи. И этого бесчисленного дробления не нужно, потому что Бог один. Он все создал. Он творец всего мироздания. Все им движется, и все им руководится. А вот апостол Павел начинает им проповедовать библейского Бога. Бога, который открывается нам своим сверхъестественным откровением на страницах Библии. И, естественно, апостол Павел проповедует все в рамках библейского мировоззрения, но пытается говорить с афинянами на том языке, который наиболее будет им понятен. И вот он говорит о том, что не нужно. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. В языческом мире также были приняты различные жертвы. Существовали жертвы кровавые и бескровные. В кровавом относились любые жертвоприношения, это приношение животных, а к некровавым это приношение всех различных плодов, это приношение и благовоний, и так далее. И это было очень развито. Богов пытались задобрить различными способами и различными ухищрениями. И апостол Павел говорит, что не в этом суть. Бог не требует служения рук человеческих. Это важная мысль, которую пытается апостол Павел донести до афинян. Как раз таки примерно на тех территориях, которые изображены за моей спиной. Насколько это получится у апостола Павла, мы узнаем далее по тексту. Поэтому я призываю всех вас, дорогие телезрители, не ограничиваться только нашей передачей, но и приобщаться к чтению Священного Писания на Ипаче, к чтению Деяний Святых Апостолов, чтобы идти параллельно с нашими передачами и чувствовать весь контекст книги Деяний Апостольских. Углубляйтесь в чтение Священного Писания. Помните о том, что когда мы молимся, это мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok